Юрий Анатольевич, завершен матч, завершен год. Трансляции сегодня, к сожалению, не было. Давайте вспомним, какие были основные моменты, ключевые в этой игре, и как Вы оцениваете саму игру, какие впечатления от нее остались? Мы немного перестроились тактически в плане ведения игры в обороне. И были сомнения, что девочки до конца усвоили этот материал, потому что, по большому счету, одна тренировка прошла. Я благодарен им за это, что они услышали, попытались сделать один момент. Второй момент, Вы говорите, трансляции не было, но если бы была одна игра, транслировалась, как сейчас, я бы выбрал вторую все-таки игру, которая сегодня прошла. По содержанию она с нашей стороны была гораздо качественнее и лучше. Подводить итоги? Если можно, да. С учетом того, что ровно половина – это девочки, которые не имели опыта играть за сборной или имели в виде одного вызова или двух, прям очень рад. К концу сбора мы стали командой, сплотились и не только как бы в быту, но и на поле. Стало лучше понимание. И вот прям поражаешься, когда за период в неделю могут вот таким образом, при огромном желании, замечу каждой девочке, прям вот превратиться в команду. Хороший сбор, хороший год, хорошие соперники серьезного уровня у нас были в этом году. Понятно, что, к примеру, матч с Кореей, да, где проиграли прям, ну, 3-0 это как бы убедительно, да. Но он послужил добрую службу, он послужил добрую службу и игрокам они поняли уровень, с которым нужно соревноваться и куда мы стремимся. И для нас тоже, для нас тоже, для тренеров, как бы, таки этапный матч получился, этапные матчи получили с Кореей. И поэтому в целом год позитивно оцениваем, вырисовывается обойма, как бы сформированы составы, где на любой момент возвращения мы готовы вернуться. Ну, если все-таки выбрать один матч, который был, на ваш взгляд, самым полезным для вас и для развития команды. Был Эквадор, был Уругвай, была Корея, было Гаити. Вот какой все-таки был, наверное, матч года, назовем его так. Не будем, наверное, говорить о том, что прям послужил, потому что у нас, к сожалению, не было стабильного состава, чтобы один состав принимал участие во всех сборах. Беспокоит огромное количество травм и среди кандидатов в сборную в том числе. Я бы выделил матч, наверное, с Гаити. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!